Дагестанцы в чате, что думаешь по поводу происходящего в Дагестане? Томсо выразил мнение дагестанцев в чате, эй, говори про свою Чечню, мы... Сражаются две армии? Они, конечно, убивают друг друга, они причиняют вред. В этом и смысл войны, в этом вся суть. Они должны это делать. Но не сражаются с ними? Эти люди, не сражающиеся с ними, не должны становиться объектами нападения. Ты же знаешь итог яхудов. Про дерево Гаркад слышал что-нибудь. Не игнорируй, выскажись. Кто тогда будет прятаться, а не яхуды, и ты как будто не знаешь про это. А мне интересно, ты как это интерпретируешь? Неужели ты это интерпретируешь как убийство ни в чем не военных людей? Просто я себе это представляю так, что война, она всегда идет с противником вооруженным. И вооруженные противники убивают друг друга. Вот я почему-то не могу себе так представить, что эти тексты, которые ты приводишь, они могут интерпретироваться как убийство ни в чем не повинного еврея. Или какого-то другого не сражающегося с тобой человека. Я себе так это не представляю. Моя религия, она не такая. У меня... То, что я... Я, конечно, не являюсь экспертом в своей религии, но то, что я о ней знаю, это то, что не сражающиеся люди, женщины, дети, старики, они имеют иммунитет. Целенаправленно этих людей убивать нельзя. Это является преступлением. Есть немало текстов, свидетельствующих об этом. Когда пророк Сарасан увидел на поле боя убитую женщину, он сказал, что она была не для этого. То есть это была мирная женщина. Конечно, речь не идет о женщинах, которые в армии там сражаются. Понятно, что в отношении них не распространяется иммунитет. Здесь речь идет именно о мирной женщине. Увидев ее, пророк Сарасан сказал, что она не должна была быть убита, так как не является объектом для уничтожения. И вот мне интересно, как вы умудряетесь какие-то тексты трактовать таким образом, что это вам позволяет причинять вред и убивать ни в чем не знаменитых людей. Почему многие на эмоциях что-то делают? Ведь достаточно увидеть, что Хамас и Хазбалла поддерживают РФ и Иран, чтобы понять, что что-то тут нечисто. Вот видите, вот это и есть проблема этой ситуации, что традиционно плохие ребята, зло, оно из-за вот этой вот ситуации, оно уже выглядит не таким уж и злом. Понимаете? А те, кто были вроде как хорошими ребятами, типа сторона правды, светлая, она, вот это обострение на Ближнем Востоке, уже эту сторону окрасила не совсем уж и хорошими ребятами. Вот в чем проблема этой ситуации. Поэтому я не готов сейчас давать по этой теме каких-то даже комментариев. Я сам в замешательстве, я за этим всем наблюдаю и понимаю, что это уже такое божественное участие. Когда у меня такое ощущение, что вот этот вот текст Аллах не меняет положение людей, пока они сами не меняются. Мне кажется, Аллах уже создает какие-то благоприятные условия для того, чтобы люди поменялись. То есть это какой-то необъяснимый процесс происходящий в мире, который невозможно было бы себе представить буквально там совсем недавно. Такой сценарий, представить себе сценарий, при котором будет идти война России и Украины, и начнется война Израиля с Палестиной, при которой Россия, Иран, Хезболла будет на стороне Палестины, а американцы и Запад будут на стороне Израиля, но в то же время в Украине эти будут на этой стороне, и Украина сама будет на стороне Израиля. Я бы не мог себе такое представить. Это очень странные, нелогичные вещи. Дагестанцы в чате. Что думаешь по поводу происходящего в Дагестане? Томсо выразил мнение дагестанцев в чате. «Э, говори про свою Чечню, мы...» «А, это он говорит про Чечню, мы сами разберемся. Мнение не понравилось». Ну что поделаешь? Как бы, кому бы мнение не нравилось, хвала Аллаху, у нас есть возможность и право на его озвучивание. И мы здесь часто озвучиваем то или те мнения, которые могут быть неприятны. Сказал Ак-Термези глава о том, что пришло касательно запрета убийства женщин и детей от Ибн-Омара. «Женщина была найдена убитой в одном из походов, упрекнул это, и он запретил убивать женщин и детей». Вот это вот прямой текст. И это позиция ислама. Они убиваются ни в чем не повинные люди. Это запрещено. И это основа. И любые иные тексты должны пониматься с учетом этой основы. Что запрещено причинять какой-то вред ни в чем не повинным людям. Сражаются две армии. Они, конечно, убивают друг друга, они причиняют в этом и смысл войны. В этом вся суть. Они должны это делать. Но не сражаются с ними. Эти люди, не сражающиеся с ними, не должны становиться объектами нападения. Томсо, добрый вечер. Хотел давно спросить. Ты носишь бороду с усами, а некоторые бороду без усов. В чем отличие? В вероисповедании? Объясни, пожалуйста. Нет, нет никакого здесь отличия. В вероисповедании одно. Просто кому-то нравится так, кому-то иначе. Кто-то воспринимает этот текст, укорачиваете усы и опускаете бороду. Он его понимает как полное бритье усов. То есть, интерпретация, понимаете, укорачивать. Что значит укоротить? Кто-то буквально это понимает и укорачивает. А кто-то понимает этот текст как убрать их полностью. Кстати, есть в некоторых реваятах этого хадиса приходит как избавление от усов. И то является как бы правильным. Ближе к сунне. То есть, сунна является укорачивание, а не удаление усов. Но при этом удаление тоже является дозволенным и соответствием сунне. Поэтому нет в этом никаких проблем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова